Студенты СУЗа в Самаре официально смогут работать с проводниками, вожатыми или строителями. Молодые люди получили уникальный шанс стать частью российских студенческих отрядов. Такая перспектива оказалась интересной для многих студентов. Очень заинтересовался. У меня и друзья выезжали на стройку космодрома в Плесецк. Сказали, что очень интересно было, тоже хотел бы туда попасть. Чтобы ни один студент СУЗа не упустил свой шанс, с 1 марта была организована информационная кампания, на которой молодым людям подробно рассказали о том, что такое РСО и какие возможности дает эта организация. Ребята реагируют очень положительно, потому что видят тот задор, который показывают в видеороликах. Им действительно хочется прикоснуться к чему-то более серьезному. Работать на космодроме в Восточном, на космодроме Плесецк, строить Керченский мост. То есть это действительно получить первую трудовую запись, свою трудовую книгу. Самарская область стала первой в России, где в ряды РСО приглашают у студентов СУЗов. Если опыт региона станет удачным, он распространится по всей стране. Студенты профессиональных образовательных организаций – это еще не освоенное, так сказать, поле. Это для нас целина, которую стоит осваивать. И ребята ведь учатся очень творчески, очень интересные и все способны действительно до больших достижений. Присоединиться к студотрядам можно заполнив заявку на сайте трудкрут.рф. Регистрация продлится до 24 марта. В апреле зарегистрированных студентов распределят по направлениям и начнут обучение. И уже этим летом студенты СУЗов будут работать с проводниками, строителями и вожатыми. Андрей Горгуленко, Станислав Левин. События.